всем привет вы на канале фрикен нью-йорк с вами влад и здесь я рассказываю про все самое прикольное забавное удивительное и секретное в городе нью-йорк меня некоторое время не было на канале но не потому что youtube перестал быть не интересен а потому что у меня очень плотный график и к сожалению у меня не было времени снимать новые ролики и нет это не отговорка это факт тем не менее сегодня для вас подготовил один интересный контент на сумке которым не хочется потратить не один месяц поэтому поддержимые старания подпиской включенным колокольчиком для тебя это не сложно а мне очень помогает продвигать канал ну и заранее спасибо а мы начинаем 321 поехали для вашего удобства моя говорящая голова будет помещена в уголок этого видео и вы сможете наглядно видеть все то о чем я вам рассказываю как только я приехал в нью-йорк мне сразу же глаза бросился один феномен который я не встречал нигде прежде и это граффити на грузовиках и ваннах и даже если я встречал этот феномен других местах то точно не в таком количестве как в нью-йорке а чтобы понимали я был на трех разных континентах посетил несколько разных стран и даже если говорить только про сша то был как минимум в 30 а то и больше городах америки и нигде опять же нигде я не видел этот феномен в таком количестве как в нью-йорке поэтому давайте с вами сегодня разберемся в чем собственно причина история берет свое начало со строительства метро в нью-йорке и когда она была построена то появилась потребность в хранении поездов по ночам а поскольку самое дешевое место это были конечные станции каждый из веток то там и были построены депо способны вместить в себя до 15 поездов или же до 150 вагонов с 1904 по 1970 депо нью-йорка были самыми тихими местами города а в конце 60-х в нью-йорк пришли граффити и аэрозольная краска среди молодежи стала популярной а поскольку депо нью-йорка зачастую были без заборов и не охранялись то там частенько слонялись дети в поисках развлечений по крупицам собираю информацию о том как работает метро таким образом они узнали что после работы подметальных машин в два часа ночи в субботу у них появляется окно длиной в 26 часов когда они могут творить таким образом и граффити стали куда изящнее и сложнее а между тем появилась и конкуренция между разными группами уличных художников каждый из которых хотел оставить свой след в истории и самоутвердиться в 1984 м тей городская служба общественного транспорта нашла два способа как бороться с граффити на поездах во-первых разрисованные поезда просто выводились из строя таким образом художники были деморализованы поскольку никто не мог увидеть их творчество на движущемся поезде в городе никто не мог запечатлеть их искусство и шедевр второе это поставка модернизированных поездов фирмы кавасаки но кавасаки поставляла эти поезда только при условии что те не будут разрисованы никакими граффити поэтому поезда содержались на строго охраняемых дворах под жестким укреплением в то время как остальные поезда содержались на открытых дворах и нами был понятен поезда фирмы кавасаки лучше не трогать в 1989 НТА служба общественного транспорта города Нью-Йорк объявила войну с граффити законченной поскольку практически все дворы на которых хранились поезда были укреплены а в тех редких случаях когда поезд удавалось разукрасить этот поезд просто не выпускался и не тут уже сработал принцип теория разбитого окна основной смысл которой гласит о том что видимые признаки правонарушения ведут к более серьезным преступлениям так например если есть издание у которого разбили окно и в течение продолжительного времени это окно никто не пытается починить значит всем плевать а раз всем плевать значит и другие окна у этого здания будут вскоре разбиты в то же время если с постоянными правонарушениями бороться то криминальные сегменты не очень хорошо приживаются в таких местах поскольку они скажем так вытесняются подавляющим большинством нормального общества но наоборот если же с ними не бороться то поначалу это будет разбито окно потом это будет граффити на стене потом это будут свистающие кроссовки на проводах возле вашего дома в дальнейшем будут тачки собираться возле вашего подъезда и все закончится тем что рано или поздно кого-то найдут мертвым просто из-за того что у кого-то случился б-3 или по каким-то еще причинам и в случае с метро полицейские начали бороться не только с граффити ну и с другими мелкими правонарушениями так сказать даже с безбилетниками и как оказалось не зря потому что это поспособствовало тому чтобы предотвратить очень многие преступления и раскрыть те которые уже были совершены многие из этих безбилетников имели с собой наркотики или оружие как вы понимаете вследствие чего весь этот сброд из подземок нью-йорка вывалился на улице города одним из таких был петок миссин всю свою сознательную жизнь этот человек занимался тем что портил счета имущество уничтожал что-то собственность сквадрил ну то есть нелегально заселялся в заброшенные дома и так далее и как-то раз протестую против трезвого вождения этот человек с помощью маркера на припаркованном грузовике нарисовал перевернутый бокал мартини и не понес никакой ответственности за это и даже более того многие арт-галереи пытались нажиться на этом они продавали куски билбордов и стен с изображением этого бокала мартини мистер месяц без церемонно присваивал себе практически всю прибыль и более того он даже пытался заключить лицензионное соглашение на продажу этой иконки как торговой марки с компанией которая производит скейтборды но к сожалению это или к счастью это было неудачно чтобы понимали всю абсурдность этой ситуации 29 апреля 2022 года газета the new york times выпустила статью в которой рассказывает о том что культовому логов сколыхнувшему мир исполнилось 20 лет и как вы понимаете это не могло не повлиять на умы некоторых людей которые пытаются прославиться за счет вандализма таким образом мы приходим к тому что на становление культуры граффити на грузовиках и ваннах повлияло сразу несколько причин во первых весь этот сброд был выдворен и в подземных метро нью-йорка потребность в бунте и в самовыражении осталось во вторых если вы рисуете граффити на стене то его скорее всего увидят только те люди которые окажутся в этом районе а если же вы рисуете граффити на грузовике то он может спокойно ездить по всему нью-йорку и ваше творчество заценят большее количество людей в третьих грузовики менее защищены чем стены домов так сказать в плохих районах все стены уже давно исписаны и там просто нет свободного места чтобы нарисовать что-то новое в хороших же районах вам местные жители просто и не дадут это сделать а грузовики они не хранятся в каких-то определенных местах более того для них даже нет специальных гаражей ну то есть какие-то более крупные компании могут себе позволить хранить грузовики на специальных охраняемых дворах но подавляющее большинство грузовиков просто припаркованные в разных частях города и каждый раз они стоят в разном месте и конечно же они не защищены от вандализма четвертых это хороший бизнес как для компаний которые отмывают грузовики и продают моющие средства так и для самих частных художников которые делают работы на заказ ну и в пятых это все-таки часть нью-йорка камон если вы были в этом городе или если вы смотрели мои предыдущие видео вы прекрасно понимаете что я имею ввиду да и канал мой не просто так называется фрикен нью-йорк что ж дорогие друзья я надеюсь это видео было интересным и полезным для вас если да подпишись на канал включи уведомления чтобы не пропускать новые ролики также мне было бы интересно почитать ваши комментарии по поводу того что вы думаете о всей этой ситуации и распространена ли культура граффити в ваших городах и конечно же я с вами не прощаюсь скоро увидимся пока а